Всем привет, с вами Джага, сегодня мы поиграем в игру Grandpa Pipps Birthday, что переводится как День рождения Дедули Пипа. Дедуля, Грэндпа, но, наверное, Дедуля подойдет. Вот такой мирный городочек, в котором и нам предстоит провести несколько неизбиваемых минут игры. Она маленькая, можете скачать, ссылка в описании, надеюсь. Надеюсь, я никто не убрал, да. Ну что ж, вот, вот, собственно, к чему все ведется. Вот, праздничный стол и все такое. На самом деле это Point and Click Adventure, в общем, квест надо ходить, делать, разбирать диалоги, что там нам говорят. Итак, история начинается. О боже, кто это, кто это, кто это, кто это? Это мы узнаем сейчас. Итак, добро пожаловать. Наша история будет развиваться в месте под названием Пипсвиль. Я думаю, вам она понравится. Это очень гармоничное и милое место. Давайте же посмотрим на это. Все гармонично, мирно и велотекуще протекает тут жизнь. Ой, вот и у нас первый диалог. Это некий Кайлд Алармист. Тот, который должен поднимать тревогу. Тревожник. Ну и посмотри, как ужасно, что тут творится. Как бы говорит Алармист. Это дракон пролетел, если кто не заметил. Эйн Замил, это мельник. Мель, наверное, мельничиха. Это ужасно. Конечно. Как будто собирается дождь. Вот что его беспокоит. Ну, естественно. Как выживает ваш маленький Джерри? Ваша маленькая Джерри. О, Джерри как раз поступила уже на второй год обучения в магический колледж. Вот. Мы очень гордимся и прислали ей шипастые гаундлет. Это что, перчатки? Она всегда хотела их как подарок. Да, очень хорошо это слышать. Кажется, кто-то из наших немножко горит и дымит. Да, кто-то немножко горит и дымит. Что-то как-то немножко сегодня дымно. Наверное, стоит поднять тревогу. Ты как бы должен среагировать, если что. Ну, конечно. Я не хочу, чтобы меня потом обвиняли в том, что какие-то произошли несчастные случаи, или смерти, или разрушения. Ну, да. Лучше сейчас, чем потом жалеть. Так что можешь попробовать поднять тревогу. Ну, это на твой, конечно, выбор. Конечно. Ну, потом увидимся. Потом поговорим. Чат later. Это как бы чат. Початимся потом. Ну, конечно. Какой чат? Так. Нам как бы намекают, что можно вот это все двигать. И что-то собирать. Но пока не будем. Итак. Поговорим с мельничихой. Пока тут талармист бьет тревогу. Смешная история. Не оживала какую-то ерунду. И зуб вылетел. Ну, хаск. Я не знаю, что хаск. Жвачку. Предположим, что жвачку. Возможно, наживала навоз и зуб вылетел. Печально. Так. It landed on the green stone on the mountain of the wealth. Короче, это неинтересно. Прямо в грязь. Ужасно. Так что скажет алармист? Привет. Как вы думаете, стоит ли нам поднять тревогу? Да, конечно. Мистер алармист. Ну или зачем? Все вроде бы нормально. Зачем? Все вроде бы нормально. Да, конечно. Все нормально. Я же не хочу быть как тот мальчик, который был съеден и волком. Ну, помните историю про пастуха, который вначале всех звал, а не было ничего тревожно. Типа кричал волке. А когда пришли волки, он кричал, а никто не пришел, потому что никто не поверил. Ну, в общем. Ладно. Конечно, мистер алармист. Да, тебе надо поднять тревогу. Тык-тык-тык-тык-тык. Так, и он поднял колокольчик. Сделано! Подожди, подожди. Может, ты позвонишь в него? Эээ... Нет. Я не звоню в тревогу. Я не... Это должен делать Фред. Это работа Фреда. У нас тут у каждого свои обязанности. Строго свои обязанности. Вот. Именно поэтому это у нас такое счастливое место. Такое счастливое селение. А, вот и, кстати, и Фред. Привет, Фред! А Фред немножко горит. Ммм, видняжка. Да, похоже, что он немножко сегодня перегрелся. Так, ну и что нам делать-то? Эй-ты, алармист. Фред прям сегодня горит на работе. Хорошо. Понятно. Спасибо, алармист. Демоны летают. Так, ты кто такой? Пекарь. Это... Диармуид. Это как, знаете, что-то похоже на диарею. И при этом он пекарь. Давайте называть его, скажем, Поноскин. Пекарь Поноскин. Так, четыре... Четвертый отвит... Четвертый отвит... Это что такое отвит? Неделя, может быть. The Hunting Lark. В общем, хорошее время, чтобы испечь отличного хлеба. Хорошо, мы поняли. А как насчет горящей деревни? Понятно. Этот все занят своим хлебом. Колодец. Без ведра. Хорошо. А тушить нечем, как всегда. Это можно собирать, но потом. Кажется, демон несет кого-то. Ну ладно. Кто ты такая? Это Грейни. Грейни. Keeper of Chickens. Я даже не знаю. Хранительница кур. Это вот так гордо звучит. Или... Куриная пастушка. Пастушка куриная? Ну ладно. Кто-то говорит какие-то плохие вещи при меня. И почему я должна защищаться? Ладно. Непонятно. О чем это она? Но... Не про то, что надо. Вы лошадка. Конячка. Иго-го. Нет. Курочки. Курочка? Нет. Это что-то горячее. Наверное. Туалет. Некий чувак спит. Дурб. Это какой-то... Ой, Син. Нямхс бойфренд. Бойфренд с какой-то Нямхс, которого мы, скорее всего, не увидим. Опачки. Кто это? Это же дедуля Пип. Тот самый, в честь которого игра зевает. Дедуля, у тебя есть ведро? Конечно. Я как раз заведую ведром. Сельским ведром. А ну, не подходи ко мне. Или я тебя огрею ведром. Зачем тебе ведро? Ну, подеть его на Фреда, чтобы он не горел. А, всегда Фред. То, Фред. Это. Дай-ка я тебе расскажу историю. Я очень много сражался, чтобы сделать это... Это отличное селение таким, как оно сейчас есть. Населенным любезнейшими людьми. Вот. И... Но они не уважают меня. Или они должны уважать меня. Если они до сих пор живы, конечно. Но вот этого как раз они не всегда делают. Короче, что себя заставляет это говорить, дедуля? Они забыли про мое день рождения. А вот это поворот. Я не буду помогать никому, пока я не получу свой пирог, торт или... Называй как хочешь, но... Что, правда? Мне не нравится твой тон, молодой человек. Где уважение? Ты просишь у меня ведро? Ну, ты просишь это бездолуного уважения. В общем, давай торт и все такое. И, наконец, заставка. День рождения дедули Пипа. Летающие акулы. Демоны, похищающие мирных кур. Динозавры и драконы. Это все, что ждет нас в этом приключении. Отлично. Ну, так хорошо, что ты скажешь, дедуля? Нет пирога, нет ведра. Как бы говорит дедуля. Окай. Ты кто такой? Это... Неам. Это, подождите, это... Неам. Это случайно не... Нет, наверное, не девушка. Это там ее бойфренд спит. Ну, я что-то не понял. В общем, не надо. Мастер Брювер. Брювер это как бы... Ну, у нас это пасечник. Но это как бы человек... Заведующий медом. Так сказать, мастер-медведь. Нет, конечно. Ну, в общем, ладно. Пчелы слишком заняты. Чего? Ну, наверное, мед делают. Даже... Даже так поздно в этом году. Никогда не думал, что месяц трупень... Сам Хайна. Ну, пускай будет трупень. Будет таким жарким. Да, ну, надо собрать мед или... Пчелам, я так понимаю. Пока солнце еще светит ярко. Такс. Ну, и в общем, я с радостью... Нацежу немножко меда для этой вечеринки. На... Чего-то не хватает. Опять чего-то не хватает. Опа, здрасте. Ты кто? Это... Сренг. Можно назвать Сранг. Ладно, это Сренг. The Self-Aware. Ну, будем считать, что призрак. О, я устал. Я всю ночь провел с этим Файном. Файн это тут такой местный глава этого всего. А колодка. Известный как Дедуля Пип. Он убил меня за один удар много лет назад с тех пор. Ну, да, он, конечно, отличный воин и все такое. Но с тех пор я всегда следую за ним. Ммм, да, я охочусь за ним каждую ночь. О, пирог? Ну, конечно, я хочу поучаствовать в вечеринке. В конце концов, это же месяц Трупень. Как бы такая тонкая аллюзия к тому, что он мертвый. Ну, такое. Так, дальше ничего нет. Итого. Что делать? Надо делать пирог, чтобы получить ведро. Возьмем эту штучку. Это же один экспириенс. Мы получили единицу опыта. Так, это ничего не скажет. Это ничего не сказал, может. Кто нам что скажет про ведро? Может, может. А, вот, мельничиха что-то скажет. Что скажешь, мельничиха? О, Файн или Фион хочет пирог. Ну, тогда надо немножко муки. Иди-ка нарежь немного пшеницы. И мы измелим ее. Как кости моих врагов. Но ты серьезно? Она где-то растет, где-то недалеко. Ну, понятно. Вот еще единичка опыта. Наверное, нам пригодится. Теперь у нас уже двоечка опыта. Уж не пшеница ли это? Давайте глянем, что там дальше. Ну, вероятно, это пшеница. Два, три, четыре. Четыре пшеницы. Четыре охапки? Вязанки. Может, это тоже надо? Нет, тут ничего больше нет. И что ж, мельничиха, давай. Пшеницу. Так. You have plenty of what you see. В общем, понятно. Дай-ка я создам эту эссенцию. Жертвенную эссенцию. Это так она называет муку, потому что она немножко сдвинута. Или он, или оно, или... Черт их разберет, что творится в этом. Вот оно как. Мука мелится. Скидыщ. Итак, вот эти твои... There you go. Они все раздавлены на кусочки. Смолоты в пыль. Моими руками. И, в общем, ладно, короче. Получай этот мешочек. Думаю, муки хватит. До свидания, мельничиха. Ну, увидимся потом. Так, как сказал алармист. Алармист, привет. Так. Мука. Что ему еще надо? Подождите. А. А что ты хочешь? Привет. Ну, тот самый, Поноскин. Так, значит, нужен торт. Да, конечно. Пекарь, наверное, это твое дело. Для торта надо помочь. Я помогу, конечно, я помогу. Найди муки. Мука уже найдена. Хорошо. Яйца и мед. А. И тогда ты спекешь пирог. Но мука уже есть. Что ж, очевидно, яйца тут у хранительницы куриц. Или хранительница цыплят. Или суперквочка. Суперквочка. Это хорошо. Суперкурица. Когда люди что-то шепчутся... Что? Привет, говорю. О, Боже мой, кто это сказал? Я сказал. О, нет. О, нет. Я теряю рассудок. Мне бредиться. Нет, ты не бредишь. Это просто я. Кто ты такой? Где ты вообще сейчас находишься? Эй, я-яй-яй. Я единственный, кто тебя слышит. Я говорю со всеми. О, Боже мой, Боже мой. Что ж, они не пугаются, нет? Ну, ладно. Ла-ла-ла. Предположим, что это не со мной. В общем, будем поступать рационально. Итак. Поноскин послал тебя сюда. Ну, типа того. И... Все в порядке тут с тобой? Ну, все нормально. Он не переживал из-за того, что я вот тут, а он там. В общем, странные времена. Итак, тебе нужны яйца. Ну, куриные. Значит, эти самые чудесные курицы не будут нестись, пока нету вблизи ее любимого енота. Вот он, его несет демон. Отдай, отдай. Ну, ладно. Я знаю. Это необычно. Но надо именно такое сочетание. Найди енота. Ну, и тогда мы, возможно, получим яйца. Они снесутся. Вот. Отдай, отдай. На самом деле, я знаю, как поступить надо. Здесь чувачок такой. На. Он закрывает трубу. Вылазит чувак. Вот там дымом. И демона сшибает, который несет енота. Берем енота. Что это? О, это же милый енот. Давайте-ка возьмем с собой. Конечно, возьмем с собой. И пойдем к этой хранительнице суперквочки. Вот тебе енот. Нашел его. Ты нашел его. Боже мой, как классно. Не знаю, какие чудовищные темные искусства ты использовал, чтобы призвать его. Но это сработало. Да, действительно. Итак. Енот. Курица. И это яйцо. О, она наконец-то съисла яичко. Ну и хорошо. В общем, мы забираем яичко. До свидания, куриная мамаша. You collect an egg. Это как есть кошатница, у которой дома 100 тысяч котов. А это курятница. У нее дома 100 тысяч курей. Так, ну теперь мед. Мед где мед? У тебя мед. Что ты скажешь, мастер-медовик или мастерица-медовица? В общем, пасечник. Пасечник. О, пасечник. Такой есть фильм Пасека. Можете посмотреть, там прям жесть. Итак, ты хочешь немножко меда для поноскина? Для торта поноскина? Ну что ж. Да, типа того. Тогда ты должен принести нам четыре единицы опыта. Нам это... Ей. И тогда я поменяю это на мед. Иначе никак. У нас есть только два опыта. О боже, у вас есть только два опыта? Нет, 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 нет. Надо больше. Четыре опыта и тогда мед. Да понял, понял. Все ясно. Кто тут у нас? Вот еще ты. Ты. Спящий, как тебе там? Усач. Дизин. Неам с бойфренд. Так, Неам хочет опыт. О, да. Я... Меня переполняет опыт. Может, ты с нами поделишься, чуток? Без проблем. Дайте-ка минуточку. Сейчас я поделюсь с вами опытом. Тык-тык-тык-тык-тык-тык. Подождите. Это что? Он зашел в туалет? Ого. Вот так добывается опыт. Ну, это было, говорит... Спасибо за опыт. Это у нас четыре опыта. Опа! Он кувыркается вообще крутой. Это самый крутой чувак, наверное. У него есть опыт. Я думаю, достаточно меня. Так что и вали отсюда, как бы. Намекает нам этот бойфренд. Хорошо. Итак. Неам. Ну да, вот это ее бойфренд, значит. А это, значит, тетенька. Ооо. Ну, если я понял правильно. Короче, мы привезли опыт. Четыре опыта. Все как положено. Теперь-то вот твой мед получи. Все, мед есть, мука есть. Говорит, меда должно хватить. Хорошо. Идем к пекарю. Пекарь Поноскин. Спеки колобок. Ну, в смысле... Окей. У нас есть все ингредиенты. Ооо, немножко... Немножко не хватает... Вот, чтобы все закончить, не хватает огня. Огня? Сейчас найдем огонь. А, вот, 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 вот. Пробежал горящий Фред. Фред, вот, вот, тут кто-то должен поджечь огонь. Ну, кто подожгет огонь? Вот ты, да, ты, давай. Фред, иди. Фред такой, кендлмейкер. Поджигающий. Нет. Делающий свечи, но почему-то он еще и звонит в колокол. Огонь, огонь, огонь. Пожар! Как бы кричит Фред. О, нет. Ты попросил Фреда помочь? Бегите! Ну да, начинается всякое кошмарное. И действительно кошмарное. The roof on fire. Все сгорело к чертям. Тем не менее, торт готов. Это я называю выпечка тортов. Думаю, торт готов. Так что забирай его и валяй отсюда. Фух. И что ж, мы получили файеноз день рожденный торт. И давайте-ка начнем вечеринку. И вечеринка началась. Терин-дерин-дин. Собственно, на этом игра, можно сказать, и закончена. Но еще нет. Да боже мой, это мой день рожденный торт. Вы не забыли, в конце концов? Да вы лучшие односельчане. Из среди живучих. И тут этот капридок. И че, типа, ты че, типа. А, да. И немножко мертвых тоже. Ха-ха-ха-ха. Как мило. Ой, смотрите, Фред до сих пор тоже... Нет, Фред тоже хочет торта. И не или торт. И забыли про Фреда вообще. Ну, в общем, это когда все... Те моменты, когда все счастливы. Даже при осознавании того, что все в порядке в мире. Почти все. Даже осознавая то, что... Не считая того, что драконы поджигают деревню, какие-то демоны летают. Они просто сидели и весело, дружески беседовали с своими друзьями. Это же вечеринка, день рождения дедули. Так, там Фион Фргот Срэнфэн, да. Ну, даже... Даже не считая того, что Срэн немножко умер. В общем, это счастливейшие времена наступили. Были. Прошли. Все, игра закончена. Нет, еще не закончена. Что еще скажет дедуля? А вот твое ведро. Используй его мудро. И с большой ответственностью. Эй, что ты там делаешь? Забирай ведро. Давайте поговорим с другими, пока можно. Ничего не изменилось? Окей, ничего не изменилось. Тут что изменилось? Так. Пошел дым. Эй, ты там хоббит, гадкий. Все-все нормально. Нет, больше демонов не сбивают. Ты что скажешь? Я думаю, я должна покинуть эту деревню. Окей. Что ты хочешь? Ничего, он спит. Колодец, сейчас мы к нему заглянем. Ой. I'm glad my bakery is only thing I have to worry about. Я очень рад печь. И это единственное, о чем я беспокоюсь. Хорошо, пеки, печь осталась. Хорошо. Ты кто такой? А, алармист. Как-то немножко шумно сегодня намекает алармист. Ну и хорошо, что скажет мельничиха? Чиха. Может, все-таки ведерко воды из колодца поможет Фредо? Слушай, мельничиха, ты прям зришь в корень. Так, подожди, а еще был призрак. Я хочу поговорить с призраком. Вот. Что скажешь, призрак? Отличная вечеринка. That reminds me last year. Это мне напоминает, как прошлый год я и император Нерон слушали, как это сказать, концерт Лир в Риме. В горячем Риме. Я тогда заимел много новых друзей. Ну да, там целый Рим сгорел. Ладно, давайте пытаться все-таки разобраться с Фредом и помочь ему этим чудесным ведерком. Так, где Фред? Фред, ты где? Наконец-то мы тебя спасем. И все прекратится? Или начнется? Или что? Наконец-то мы спасли Фреда. Спасибо. Типа нам. О боже, я немножко устал, как бы говорит Фред. Давайте дадим Фреду немножко отдохнуть. Восстановиться. Ведь больше не о чем беспокоиться. Или есть. А, пожалуй, есть. Так, Фред. Спасибо за затопление. За обливание. Ну хорошо, мы поняли. Так, похоже, у нас тут проблемы с соседями. Демонами. Они приходят каждый месяц в труппень. Так, ну и что? Ну и, в общем, надо что? Надо поднять тревогу. Да, пожалуй, поднимай тревогу. Что? Что такое? Тревога. Что? Это же тревожный звонок. Дога мы же подвигаемся атаке. Паника. Все паникуем. Все паникуют. Кроме бойфренда, который, оказывается, местный герой-защитник. Ну что ж, остается всего-то ничего. Сейчас я должен понять, какие клавиши. Но нам подскажут. Клавиша Z, чтобы бить мечом. Есть. Это сейчас было неудобно. Неудачно. И X, чтобы отбивать что-то щитом. Кстати, можно щитом отбивать и этих ребят. Эть. Хоп. Хоп-хоп-хоп-хоп. Не знаю, как ты их всех порешил, но это было... Ой-ой-ой. И знаете, вот сейчас это начнется долго. Это мелодия. Это ужасно... Ладно, сейчас будем пытаться хорошо пройти, как можно лучше. Все спокойно, мечом отбили стрелу. Получи, гадкий. Кто ты там? Демонические черти. А, возможно, чертовские демоны. Да ладно. О боже мой. За что мне это все? Как бы намекает этот герой. Ну и я вместе с ним. Ладно, давайте быстрее дойдем уже как-то. Аккуратность. Наше второе имя. Будем аккуратно бить только мечом. И в редких случаях щитом. Мечом. Щитом. Вот так вот. Щитом. Мечом. Задел, гад. Гад задел. О, хоть забили одного этого стреловика. Щит. Меч. Щит. Меч. Щит. Меч. Кто такой? Щит. Конечно, щит. Меч. 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 Ну, как-то так. Блин. Практически получилось. Да, получилось. И наш герой всех заборол. И финальные титры. Это Дэнни. Ужасающий. Скелет. О, привет, Джейн. А это Джейн. Страшнющая. Тоже скелет. Привет, Дэнни. Я как-то не узнал о тебе со спины. Ты как будто бы похудел как будто. Немножко. Я занимался йогой. Это когда так лежишь, расслабляешься, делаешь гимнастику. Ну, все такое. Как война повлияла на тебя. О, боже. Совсем не лучшим образом. Как видишь, я потеряла голову и попала в проблемы. Не знаю, как мы из этого выберемся. Но не переживай. По крайней мере, мы лежим вместе. Тем более, у нас нет одежды. Что же мы будем дальше делать? Ну, я не знаю. Мы просто будем лежать здесь. Ну что ж, так и будет. Тем более, тут очень хорошо кругом. Да, отличный вид. Наверное, это отличное место для окончания игры. Да, я тоже согласен. Отличное окончание игры. Игра завершена. Да, вот такая вот игра. Про день рождения дедули пипа. Дырин-дырин-дырин. Пройдена. Вот она такая классная маленькая игра. На самом деле, она веселая, если понимать, о чем там говорится. А понимать, о чем там говорится, легко, потому что там говорится по-английски. Тем, кто знает английский. А тем, кто не знает, я только что попытался хотя бы вкратце пересказать. Хотя много что пропустил. Я не идеален. Тем не менее, игра пройдена. Ссылочку на игру я оставлю в описании. Проходите, тоже веселитесь. Игра на самом деле веселенькая. Могли бы ее развить и сделать в несколько актов было повеселее. Пожалуй, авторов настолько не хватит юмора. Но кто знает. Может, мы увидим какое-нибудь продолжение. Всем спасибо за внимание. С вами был Джага. Мы проходили игру День рождения Дедули Пипа. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. И до новых встреч.